МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свежий номер газеты «Одинцовская неделя» уже доступен читателям. Что же на этот раз мы видим на его страницах? Федеральные новости. Владимир Путин полагает государственной задачей номер один – рост доходов людей. Новости Подмосковья. Число самозанятых в регионе достигло полумиллиона. Чем же заняты самозанятые? Развернутая статья на эту тему ждет внимания наших читателей. В Звенигороде приключился локальный потоп. Застройщик микрорайона Ракитния не учел сложной гидрогеологии участка. В результате муниципалитету пришлось в экстренном порядке ликвидировать подтопление. Встает вопрос о строительстве полноценного канализационного коллектора. В округе полным ходом в рамках месячника благоустройства идет генеральная уборка. Первый субботник прошел 1 апреля. Крупные трудовые акции планируются также 8, 22 и 29 апреля. Куда и когда приходить, укажет интерактивная карта на сайте муниципальной администрации. Газета рассказывает о жизни общественного объединения «Активное долголетие». Люди так называемого «серебряного возраста» живут полноценной, насыщенной жизнью. Посещают музеи, ездят на экскурсии в другие города, занимаются оздоровительной гимнастикой ЦИГУН. Одинцовский информационный центр продолжает подкаст «Сами мы не местные». На этот раз на экране Одинцовского телевидения и страницах нашей газеты космонавт, герой Российской Федерации Елена Серова. В преддверии Дня космонавтики просто фантастическая история о том, как выпускница Московского авиационного института целых полгода прожила на орбите. В колонке происшествий обращает на себя внимание сообщение о том, как в Звенигороде разъяренная жена гонялась за мужем по придомовой парковке на автомобиле. Во время погони она повредила несколько соседских автомобилей, но мужа так и не догнала. Как страшно жить! Более подробно обо всех новостях и интересных событиях на нашей малой родине вы сможете прочитать в газете «Одинцовская неделя», которая уже ждет вас на фирменных стойках распространения. Выложен свежий номер и в интернете. Вот ссылка. На мой взгляд, бумажный номер лучше, потому что в нем можно разгадать сканворд, ознакомиться с программой телевидения и афишей культурных событий на следующую неделю, а также почитать объявления. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok